МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Центр современного искусства въехал в здание Нижегородского арсенала чуть больше года назад. Две трети здания все еще закрыты на реставрацию, а в этой небольшой части жизнь кипит. Сегодня в программе изучаем современное искусство, основываясь на самых значимых нижегородских событиях 2012 года. Выставки, которые можно не только смотреть. Три истории о том, что происходило в выставочном пространстве. Концертный зал. О самых значимых музыкальных событиях арсенала расскажет куратор музыкальных программ Ксения Ануфриева. Марьева в современном искусстве. В рубрике «Эксперимент» смотрим и обсуждаем уникальный для российской сцены проект оперу Марьева. Кому нужен музей современного искусства? В рубрике «Чай». Директор Приворского филиала ГЦСИ Анна Гор пьет чай с журналистом Игорем Чердалевым. Делать можно и самому. Или для кого музей становится мастерской? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основной единицей измерения музейной жизни по-прежнему остаются выставки. Но сегодня выставки – это не столько экспозиция произведений и предметов, сколько создание целостного рассказа о явлении. Арсенальский опыт параллельных программ позволяет дойти буквально до сути того, что показано, показать темы в развитии и задронуть широкие контексты. Так, к выставке «Портрет. Пейзаж. Границы. Жанра», которая проходила сразу на двух площадках художественного музея и арсенала, были придуманы необычные экскурсии. А московский концептуализм удалось буквально прочувствовать, соприкасаясь с интерактивными объектами на выставке и продумать, общаясь на лекциях и обсуждениях с самими художниками. Современное искусство – это другой взгляд на привычные нам предметы. Это другой угол зрения, другая точка отсчета. Оно для многих не очень понятно. Я не совсем с этим согласен, да? С таким мифом, что современное искусство – это что-то безумно сложное. И вот в современном искусстве есть некий определенный такой демократический импульс, да? Мы смотрим глубоко не наверх, в молитвенном как бы таком жесте, ах, вот, наконец, мы увидели там Сикстинскую Мадонну Рафаэля, подлинника или там Леонарда Даминча. А смотрим прямо. Оно окружает нас, это современное искусство. Что со мной произошло, когда я смотрел Августа Зандера? Я понял, что не я рассматриваю фотографии, а фотографии рассматривают меня. Если вы посмотрите в глаза Тинторетта, да, портрету, то вы увидите, что наверняка кто-то из ваших знакомых на вас также смотрел. Картина требует очень долгого взгляда. На нее надо очень долго смотреть, чтобы получить вот эту вибрацию художника. В качестве такой динамической пары приложил вот этот пейзаж с Ваннифельдом и работу вот Гилберта и Джорджа. Когда я стал их сопоставлять, мне сразу пришло в голову слово «ракурс». Если здесь мы вспоминаем про камеру-обскуру, да, то здесь вот, ну, первым делом приходит на ум микроскоп. То есть прибор, который, собственно, изобретен был примерно в то же время, во время Малых Голландцев. Но здесь совсем по-другому он работает. Если то пространство, оно именно перспективное, то здесь пространство плоское. Это видео, снятое на какую-то, фактически чуть ли не, ну, не на мобильный телефон, на камеру, но которое фиксирует какие-то самые банальные, самые вот неэкзотичные, самые привычные какие-то моменты. Если Гегель в своей эстетике по поводу голландского пейзажа сто раз на странице повторяет, да, конечно, здесь изображены грубые мужланы-крестьяне, но все-таки посмотрите, сколько поэтичности в этих грубоватых физиономиях. Это не какая-то пошлость, а это пошлость, но все-таки освеченная светом духа. То вот здесь мы имеем дело с банальностью как таковой. Если говорить о границах жанра, то это границы между высоким искусством и массовой культурой. Художники активно стали использовать те приемы и те элементы, которые раньше считались для них запрещенными. Сам принцип коллажа, набор каких-то вещей. Мы не сможем никогда из этих отдельных частей создать что-то связанное. именно потому, что здесь на части разъято не целое, а то, что само как бы изначально фрагментарным и является. Вот если мы себе это представим как то, что будет нам бесконечно повторяться, мы в этом начнем видеть смысл. Человеческая культура так устроена, что если мы о чем-то говорим много и долго, значит, это важно. Считается, что искусство соединяет людей, объединяет людей. Коммуникационная труба выполняет именно эту функцию. Через нее мы можем каким-то образом объединиться и коммуницировать. Причем не только художник и зритель, а также и зрители между собой. Тогда это был 1974 год. Значит, нам было 18. Мне и моему другу Гене Донского. Ну и вот Гена на Атасе стояла, а трубу отломал. Пришли домой, покрасили в красный цвет. Решили, что же с этим делать. Ну как, ну можно через эту трубу смотреть, можно слушать, можно о любви говорить с любимой девушкой. Это смешной такой анекдотический случай. С другой стороны, мы видим, что сам объект уже предполагает какие-то действия с ним. Причем действия абсурдные. Что влияет, естественно, и на общее состояние понимания того, что есть искусство. Того, как искусство делается. Особенно, я думаю, в этом велика роль таких художников, как Умар и Милами. Которые первые отказались от искусства, как производства красивых предметов или высокодуховных предметов. А стали анализировать то, что я говорил, искусство как бы со стороны. Стали работать таким проектным методом. Или методом моделирования. Считать, что художник работает с душами, душами зрителей. Вот художник, он как-то влияет на души зрителей. С другой стороны, есть такая романтическая идея художника, такого демонической личности. Что сделали Умар и Милами? Они открыли фирму по покупке и продаже душ. Доведение до логического конца любых наших представлений об искусстве, вот этот такой безжалостный анализ искусства, это и есть начало современного искусства в нашей стране. Концептуализм – это искусство, которое работает прежде всего на уровне замысла и идеи. Поэтому слово, естественно, как первое средство выражения идеи, играет чрезвычайно важную роль. И вот на выставке можно видеть, скажем, произведения конкретной так называемой поэзии. Я эти карточки таскал все время в кармане и пользовался ими как черновиками, просто я на них делал записи. В какой-то момент я понял, что, в какой-то момент я вдруг понял, что эта стопка записи является произведением. Вот я создал текст, который, собственно говоря, весь основан не столько на самом тексте, сколько на способах и условиях его бытования. Единственным зрителем в этой перформансе является как раз автор, а все остальные участники. Субтитры создавал DimaTorzok Янис Кунелис, который сегодня продолжает работать в жанре арта повера, бедного искусства, изначально закладывал в инталляцию СТ метафорический потенциал. Простые вещи, рельсы, пальто, коляска, соединяясь вместе, способны рождать сотни ассоциаций. Таким образом, зритель становится соавтором художника, предлагая свое видение. Что делал Джексон Поллок? Он выплескал краску прямо на холст на полу. Он находил нужный ритм и просто разбрызгивал краску. То же происходит и здесь. Я находил нужный ритм и бросал пальто. При этом все идет, как идет. Ты не можешь контролировать то, как пальто упадет. Словно проливаешь масло на стол, и оно растекается. Ты его не контролируешь, это магия. Ты не должен это контролировать. Иначе, как только ты начнешь это делать, это действие становится дискредитивным. Пальто – это скорее метафора размера человека. Своеобразное ограничение. Когда у предмета есть размер, он не может выйти за его рамки. Это предопределено. Я не хотел показать ничего религиозного. Это было бы слишком иллюстративно. Но это неизбежно. Крест есть крест. Линии перекрещиваются. Это железная дорога, по которой едет коляска. Скорее, это просто маленький поезд. Для меня рельсы – это в первую очередь путешествие в мир, в общество. Интернациональное путешествие. А 19 мая каждый желающий мог стать буквально частью экспозиции. День и ночь музеев показали, что сегодня музей перестает быть местом, где так много нельзя. Здесь можно было и в бадминтон поиграть, и в шезлонгах отдохнуть. Сегодня музей перестает быть только выставочным пространством. Сегодня это площадка для самого разного общения. В том числе и для музыкальных событий здесь находится место в арсенале. Ксения, скажите, а как вы считаете, нужен ли вообще музею современному, и в частности арсеналу, концертный зал? Я считаю, что обязательно нужен. И это замечательно, что в арсенале концертный зал есть. Потому что у современной академической музыки не так много площадок, где она может прозвучать. Ну а что касается взаимосвязи современного искусства и современной музыки, то уже в середине XX века грани между различными жанрами искусства начали стираться. И вот, например, первым фестивалем осенней арсенальской программы стал фестиваль, посвященный столетию Джону Кейджа. Это один из главных авторов авангарда, который как раз начал стирать грани и синтезировать музыку и другие виды авангардного искусства. Музыку и перформанс, хэппенинг. 5 сентября этого года Джону Кейджу исполняется 100 лет. Это один из наиболее принципиальных авторов искусства XX века, который как нельзя лучше отвечает тем размышлениям о жизни, которые в тот или иной момент посвящает каждого из нас. Кейдж предлагает нам совершенно новую парадигму – это возвращение в детство цивилизации, в наше личное детство, когда мы как бы не сочиняем, а когда мы слушаемся в мире. Музыка. 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 4.33. Вот если молчание, выходит человек, исполнитель, сидит и молчит, и публика сидит и ничего не слышит. Что же значит предлагает кейдж? Слушать надо процесс своего собственного слушания. Мы делаем такое безумное чаепитие, но все это по кейджу Living Group Music. Игра в гостиной комнате, в которой у нас участвуют Виталий, я и замечательные ваши друзья и коллеги из города Нижнего Новгорода. Глаште, глаште к нашему будущему. Я сказал, да, я хочу, да. Вообще, Сильвестров, композитор, это композитор очень мирового значения. Композитор пользуется, с одной стороны, каким-то, может быть, знакомым материалом. Он сам называет, у него есть такой, его термин, это слабый стиль. Я пришел к тихой музыке, то это как бы обратная тишина, громкая. То есть тихая музыка провоцирует того, кто слушает, как бы прислушаться. Потому что, когда громкая музыка, это круто не слушать. И так она несется, и тебе по голове бьет. А тихая музыка предполагает, что ты должен контакт. Потому что, во-первых, не слышишь, прислушайся и так далее. И даже сам элементарный. И вот такое ощущение, что музыка, искусство в каких-то своих параметрах, оно вернулось вот к этой бережности. Потому что уже по голове кувалды бить как-то уже как-то не действует. Как кружится с душой его вслышенью, И как нашел я другое поколение. Этот проект приурочен к приезду Московского ансамбля современной музыки в компании ведущих актуальных композиторов России и Европы. У нас заканчивается как раз выставка «Московский концептуализм. Начало». И именно оттуда мы подсмотрим формат документирования интеллектуальных усилий в виде кубиков, в частности, кубики Рима Герлова. Ребята написали на кубиках свои вопросы к современным композиторам. Отвечая на вопросы, композитор разбирает эту стену. В каких техниках и жанрах вы хотели бы работать дальше? Каждый композитор есть жанр. Есть такой жанр Карл Хайндшнекхаузен. Есть такой жанр Джон Киндж. Мне бы хотелось работать в технике и жанре Дмитрия Курлянского. Насколько я понимаю, самым ярким событием прошлого года все-таки стала постановка «Опера Марева» группы «Профмыза». Да, это событие, которое было приурочено к 15-летию Приволжского филиала ГЦСИИ, было для Нижнего Новгорода, пожалуй, уникальным. Хотя для Европы такая ситуация, когда в центре оперной постановки находится не дирижер, а художники-постановщики, естественно, и она уже стала традиционной, по крайней мере, для современной оперы. У нас это было впервые. Давайте покажем зрителям фрагменты оперы Марева и немного расскажем об этой постановке. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нижегородская публика действительно восприняла очень неоднозначно. Кто-то говорил, что это вообще не музыка, что это все-таки художественный акт. Во-первых, сами художники Празмыза позиционируют эту постановку именно как опера. Ну а во-вторых, здесь, в Марево, есть полноценные композиторы, целых два, Марк Булышников и Кирилл Широков. Поэтому говорить о том, что это какая-нибудь недоопера, совершенно не приходится. Ну а что касается дальнейшей судьбы этой постановки, то вот, например, нас пригласили показать этот спектакль на «Маске плюс» фестивале в Москве. Фестиваль, который проходит в рамках конкурса «Золотая маска». Нужен ли такой музей современному человеку? И почему люди интересуются современным искусством? Ответы на эти вопросы пытаются найти поэт и журналист Игорь Чердалев и директор Приволжского филиала ГЦСИ Анна Гор за чашкой чая. Игорь Валентинович, мы с вами знакомы сто лет, и наш проект «Арсеналов» в процессе его создания, я знаю, вызывал у вас реакцию очень разную. Вы были скептиком, вы были сочувствующим, вы были критиком, вы были поддержкой. Вот сейчас вы на какой стадии? Ну, последнее из... Перечисленных. Из вами перечисленных. По факту я сижу. Здесь весьма простая, как бы исполняю функцию тест-профана, если только понятие тест-профана. Я человек с улицы, человек, не занимающийся профессионально. Ну да, не профессионал. Процессами вот этого арт-характера. И по мне так, нужен или не нужен музей, этот вопрос, который уже в нижнем решен, нижегородцы на него ответили. Человек часто хочет присутствовать там, где делается, где происходит. В этом объеме, в Центре современного искусства, всегда все ощущение премьерности, присутствия при создании. Но ведь есть еще один аспект вот в этой системе, старое-новое, да? Я бы выделила еще одну стадию. Это новая интерпретация старого. В том числе. Дело в том, что выделять-то здесь можно бесконечное количество вещей. Современное искусство – это примерно то же самое, что морская свинка, которая, во-первых, не морская, а второе, не свинка. Под слово «современное» действительно может подойти все, что сделано здесь и сейчас, но в искусстве это не так. В искусстве современном называют то, что пролагает новый путь. Ну, а, Марка, существуют все-таки ведь некие сложившиеся по факту практики, к примеру, к примеру. Под современным московством зачастую полагается форма деятельности с похожением на художество, с выражением эмоций, мыслей, может быть, даже, прежде всего, мыслей, средствами, не требующими мастерства, доступными всем и каждым. Мастерство в другом. Мастерство в другом, ну, как сказать, оно переместилось из сферы рукоделия в сферу умственной деятельности. Любая информация легче воспринимается, если она связана с личным переживанием и личным опытом. Поэтому музей становится мастерской не только для художников, но и для зрителей. Каждая суббота в «Арсенале» проходит программа «Арсенал плюс семья», где дети и взрослые экспериментируют и после прогулки по каждой выставке пытаются создать произведение искусства своими руками. Сейчас, после прогулки по выставке «Елка Вальтера Бениамина», дети создают рождественские игрушки. Им это очень нравится. Детям, то есть мы им даем делать то, что они любят делать в нормальной жизни, в обычной жизни, все трогать, бегать, прыгать, взаимодействовать. Они даже не знают, что все это называется интерактивом, а современное искусство, оно именно на этом и построено. Есть, конечно, современное искусство, которое стало уже музейным экспонатом, его трогать нельзя. Тогда мы объясняем, что это друг с ручками нельзя, но это бывает крайне редко. Здесь не обязательно тишина, что очень важно, опять-таки, и для ребенка, но, наверное, и для меня тоже. Здесь не стыдно не знать, интересно узнавать. Творческое пространство, как бы оно ни воспринималось ребенком, оно так или иначе откладывается. И ребенок учится чувствовать себя комфортно и в творческой среде, и сам учится творить. Мы будем делать бумажную змею. Надо взять маленький остаток от туалетной бумаги, вот такой вот, потом взять больше и еще больше. Взять вот так, наклонить и начать резать уголки. Вот так. Нужно взять гвоздик и сделать дырочку. Такие две штучки, которые надо раздвинуть. Вот основа для нее готова. Теперь нужно взять кисточку. Глаза нужно приклеить с помощью двухстороннего скотча. Можно положить, как память о груди змеи, например, на полочку. Здесь должно быть интересно не только тем людям, которые годами привыкли ходить в музеи только потому, что их так приучили бабушки и дедушки, а просто потому, что каждый раз, когда они приходят в современный музей, им становится интересно. Потому что они получают что-то новое, то, чего они до этого не пробовали, об этом лишь слышали, но могут сделать, как-то, раздеть своими руками. Вот так выглядит хроника событий 2012 года глазами тех, кто прожил его вместе с современным искусством. 2013 год обещает быть еще интереснее. Присоединяйтесь и помните, современное искусство понятно любому современному человеку. Достаточно только открыть глаза, уши, а главное сознание. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин